Всем привет! С вами Спортдилер и наша рубрика Спортдилер.Инфо Сегодня мы расскажем о категории биологически активных веществ, которые тесно связаны с одной из давних мечтаний человечества – вечной молодости. На протяжении всей человеческой истории люди искали способы продлить молодость и здоровье как можно дольше, в идеале до бесконечности. Древние египтяне впервые стали использовать косметику для ухода за кожей, древние индийцы создали аюрведу для сохранения здоровья и молодости, лечения болезней. Древние китайцы пытались создать эликсир бессмертия, самый известный из которых был предложен Чингисхаму мудрецом Чанчунем, от которого тот разумно отказался, поняв, что принимать состав из ртути, золота, яшмы и редких трав – не лучший способ продлить жизнь. Со временем наука доказала, что ртуть и продление молодости – это несовместимые вещи, зато открыла антиоксиданты – вещества, которые обладают способностью замедлять клеточное старение. И именно об антиоксидантах мы расскажем сегодня. В последние несколько десятилетий интерес научного мира направлен на явление под названием окислительный стресс. С ним связывают клеточные старения, сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, эндокринные и воспалительные заболевания, и даже нейродегенеративные заболевания, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также Хория-Хаттингтона. Большая часть теории старения основана на постулате активации окисления свободными радикалами. В организме человека бесперерывно происходят окислительно-восстановительные реакции, суть которых заключается в передаче электронов между молекулами различных веществ. На этих процессах держится вся жизнедеятельность абсолютно любого живого организма. То есть сами по себе окислительные восстановительные реакции не только не несут никакого вреда и необходимы человеку, однако в некоторых случаях имеют побочные действия. Образование свободно-радикальных соединений. Если в результате реакции какое-либо вещество осталось с одним или несколькими неспаренными электронами на внешней электронной оболочке, то это оно становится чрезмерно активным и нестабильным. Для своей нейтрализации свободные радикалы должны вступить в реакцию с другой молекулой, окислить ее. Свободные радикалы простым языком – это маленькие аномальные молекулы кислорода с одним непарным электроном. Они атакуют другие молекулы кислорода в клетках тела, стремясь восстановить самих себя и пытаются оторвать у них один электрон и тем самым активируют процесс окисления, превращая эти молекулы в свободные радикалы. Этот процесс приводит к нарушениям в работе клетки и ее гибели. Со временем таких нарушений накапливается все больше, что в конечном итоге приводит к старению организма. В небольшом количестве активный кислород выступает незаменимым участником процессов клеточного дыхания и регуляции кровяного давления. Но как только его образуется слишком много, организм начинает разрушаться. Свободно-радикальная теория старения гласит, что повреждения от свободных радикалов накапливаются на протяжении жизни и приводят к старению. Вредоносный излишек активного кислорода выделяется в результате воздействия ряда внешних факторов. Ультрафиолетового излучения, излучение экранов компьютеров и мобильных устройств, озона, радиации, токсинов из загрязненного воздуха, курение и употребление алкоголя. Еще два примера источника токсинов, а следовательно и активного кислорода. Но как у любого вещества, у свободных радикалов есть и антипод, антиоксиданты. Простым языком, антиоксиданты препятствуют процессу окисления, тем самым нейтрализуют свободные радикалы. Обладать антиокислительным эффектом могут многие вещества. Некоторые вырабатываются в организме самостоятельно, другие поступают в человеческий организм с пищей, лекарствами или биологически активными добавками. Наиболее распространенными антиоксидантами является альфа-липоевая кислота, тип жирной кислоты, которая вырабатывается в митохондриях наших клеток. Способствуют быстрому усвоению глюкозы клеткам, участвуют в процессе преобразования глюкозы в топливо для организма. Также обладают антиоксидантными свойствами. Бета-каротин – предшественник витамина А, мощный иммуномодулятор и антиоксидант. Защищает клетки от повреждений свободными радикалами и от преждевременного старения. Избавляет кожу от сухости, благотворно влияет на здоровье глаз, а также помогает заживлению повреждений на коже. Поддерживает работу иммунной системы. Коэнзим Q10, кофермент Q10, жирорастворимый кофермент, представленный в митохондриях клеток. В максимальном количестве содержится в клетках самых энергозатратных органов сердца и печени. Активно участвует в энергообмене клетках организма, помогает бороться с преждевременным старением организма. Лицитин – жироподобное вещество для БАДов, получаемое из соевого масла. Его положительные эффекты направлены в основном на защиту и обновление печени. При расщеплении лицитина в желудочно-кишечном тракте образуются необходимые организму кислоты. Стеариновая, олеиновая, пальмитиновая. Рутин, известен также как сафарин, относится к группе витамина Пи. Назван в честь растения рута душистая, в которой и был обнаружен. Содержится во многих фруктах и ягодах, особенно в цитрусовых. Защищает кожу от воздействия ультрафиолетового излучения, препятствуя повреждению клеток и образованию свободных радикалов. Исследования на животных показали, что рутин уменьшает проницаемость капилляров, улучшая кровообращение, предотвращает образование тромбов, а также обладает противовоспалительными свойствами. DMAE улучшает питание клеток нервной ткани, тем самым улучшая нервную проводимость, улучшает память и настроение, способствует развитию навыков мышления, способствует лучшему усвоению кислорода. В следующих выпусках мы более подробно рассмотрим и расскажем о каждом из вышеупомянутых БАДов. Но если вы уже хотите их приобрести, вы всегда можете сделать это на нашем сайте sportdealer.ru